Девушки отдыхают 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 Монета, дорогие друзья, нет. Зато есть стартовая расстановка. 3-4-2-1 такая формация от Рузыкула Бердыва, который является главным. Жанна Александра Хомякова. 4-2-3-1 вроде бы читается. Эльдор Атхамов номер один в воротах. Абдул-Вахид Гуламов пятый из прорыва. Чемпионат Ирана. Я не наблюдал за ним, как он выступал за Истеглял. Но когда он выступал за Локомотив, мы это видели, помним, знаем. Улетел в свою контратаку, но не тут-то было. Подрезал соперника. Там вроде бы как нарушение правил было. Вадим Агишев не сразу, но вот теперь уже. Игру остановил. И как бы Бубани объяснять, что его советы не нужны. Задачи турнирные будут совсем иными. Айтшраф на желтую карточку, мне так показалось. И, кстати, такого же мнения Агишев, который наградил Нодара Кавторадзер. Грузинского легионера с участием Андижана в Кубке Узбекистана в четвертьфинале против АГМК. Там встреча задача бороться за победу в любом турнире. А мяч штрафной площади тем временем. И очень опасно вроде бы тут рисуется. Но одежанцы достойны от них трое. Пожонглировали сейчас футболисты Андижаны. Все это может обернуться печалькой, трагедией. Но вот Насав сам отметился немалым количеством голов. На мяч штрафная площадь этот Андижан до мая месяца вынужден. Вот это интересно. Насав в атаке. Удар по воротам заблокирован. Базаров подбирает. С тобой встречались эти команды. Атакует Насав. Вот это интересно. Напрашивается передать. Сейчас ему отправляет Гуламов. Привет. Мяч принят. Опасно. Удар заблокирован. Вот так вот Андижан-то. Смотрите, хитрый циток. Андижан очень здорово обороняется пока. А вот это было интересными пасами. И, кстати, неплохо это делает. Уже штрафная площадь. И Андижан удар по воротам. А вот, пожалуйста, закрутил. Адхамов кулаками мяч выносит. Во второй раз уже у футболиста Насава влетают галкиперы Андижана. Агишев на это очень даже, нам так вот, благоволит Коршица. Посмотрим. Дистанция длинная. В том числе и 45 минут Мафтаровой у Коршинцев есть. Которые к этому матчу вроде бы как подходили в качестве фаворита. Команда, боровшаяся. Протокольные части этого матча. Но сначала досмотрим за атакой Насава. Которая, когда я еще учился в университете на третьем курсе. Опа! Через себя бьет Арвеладзе. Но это я подхожу не к тому, что через себя тогда в 99-м бил Арвеладзе. Скорее всего, Ливан еще... Не, подождите. А Ливан-то, наверное, удастся? Ну, вот это опасно! Удар! И Атхамов тащит. И второй должен быть удар по Деняги. Чтоб показывает, куда. Желтый он показывает. 19-летний пацан. Азиз Халмуродов. Крылья расправил. В той ситуации. И решил эпизод. Так, 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 так. О, горячий грузинский парень. У которого есть желтая карточка. Так, эта ситуация чем для него завершится? Амонов куда пролетел? Зачем? Так, разборки чем завершатся? Навес и как удар в ворот. Ну, так себе. Не очень, скажу. Не убедил. Это пришло, но и успели вернуться. Игроки Иандижана. Вот какой сейв. Второй совершает Атхамов. Пройдет передача. Он вроде бы проходит. Хибай сделал пас направо. Сам летит. Смотрите, достаточно на скорости. Ой, какой момент! Вот это да, друзья! Иандижана в 86-й минуте забивает свой гол. В принципе, мы читали, писали такой сценарий. Предполагали, что несмотря на владение, на тотальный перевес по многим стат показателям на стороне Насафа, это не означает, что они сегодня победят. Более того, вот представьте, Атхамов забьет свой гол. Там были стандарты, там были... История Эль Классику последней завершилась чем? Автоголом от Атхамов. Хитрости пошли. Ну, якобы там икроножную сводит. Наверное, до сотой минуты будет эта игра. Еще одна остановка. Надежан правильно ведет 1-0 в гостях. Подбор за Нурлайм. Еще один навес. Удар! И это было очень близко к тому, чтобы счет стал 1-1. Агишев, как и обещал, к добавленным 7-м. Накинул еще 3. Дорогие друзья, я не знаю, это Синса. Продолжение следует...